Тема сохранения или вторжения в личное пространство в той или иной степень волнует современного человека. Подобные проблемы обостряются с наступлением теплого сезона, когда мы перестаем сидеть по домам и выбираемся на свежий воздух, где вынуждены взаимодействовать с другими людьми, слушать их громкий смех чаще всего вместе с громкой музыкой. Здесь даже не только о громкой музыке, а о том, как, например, курят в подъезде. Неправильно припарковался человек. Таких случаев очень много. О чем это говорится? Понятно, что это такие мелочи, из которых соткана жизнь. И здесь, по идее, есть один закон, закон нравственности и морали, который мы должны соблюдать. Рассмотрим эту ситуацию с двух точек зрения. С точки зрения раздраженного, который не разделяет музыкальных вкусов соседа и считает его действия вторжением в личное пространство. И с точки зрения раздражаемого, который, быть может, не хотел поставить себя выше других. Просто ему весело, и он не думает, что кому-то мешает. Так поэтому в этой ситуации что нужно делать? Во-первых, если есть конфликт, нужно об этом обязательно говорить. И нужно идти куда-то, что-то, чего-то делать, изучать. Не надо подавлять себе это. Потому что жизнь предназначена для чего? Для того, чтобы мы научились выстраивать гармоничные отношения друг с другом. Здесь не надо дожидаться точки кипения. Нужно говорить сразу, но максимально вежливо, чтобы другого не задевать. Уважительно. И есть, знаете, даже такой прием в психологии, к примеру. Нужно сначала дать момент поглаживания. То есть, к примеру, сказать, ну ты же хороший, адекватный сосед. Классный. Такие классные помидоры выращиваешь. Вообще такой хороший сосед. Ну, к примеру, я так говорю. А потом сказать, ну вот я тебя просто прошу, меня музыка реально раздражает и мешает. Я постоянно вот про тебя плохо думаю. А я не хочу про тебя плохо думать. Я же знаю, что ты классный. То есть, говорить человеку, чтобы человек отреагировал и смог это сделать, ему надо дать силу. Понятно, что здесь конфликт двухсторонний. И понятно, что кого-то раздражает. Это внутренняя тоже работа. То есть, из какого состояния мы говорим. То есть, здесь тренировка на смирение, на уважение, на принятие и так далее. Поэтому лучше о соседе думать хорошо. И поверить, то есть доверие, что он сможет вас понять. Помните, что вы не один, что вокруг вас есть люди. Когда вам хочется громко засмеяться, включить громко музыку, или кинуть в подъезде пакет, или не выбросить его мусорку, понимаете, думайте об этом. Что существует еще такой закон, причина следственной связи. Поэтому, если вы этот закон не понимаете, вас само пространство потом научит. Поэтому просто понимите, что мы все несовершенны, ничего страшного. Может быть, даже перед соседом раскаяться, по-другому сказать, ну ты извини меня, я там не сдержалась, я неправильно сделала, ну сам понимаешь, я там закипела. То есть, момент раскаяния, ну в таком хорошем понимании, по-другому сказать, что ты же прости меня. Когда мы такие вещи говорим, то сразу же другому человеку даем энергию понимания. Часто ко мне люди обращаются и говорят, в чем заключается личностный рост и духовная практика. В чем заключается? Она складывается из каждодневной тренировки своих качеств. Каждый день маленькие добрые дела, каждый день следовать какой-то определенной практике. Улыбнуться или, к примеру, вам хочется такого сделать, себя взять, приложить усилия и донести мусор до мусорки. Такая тренировка. Приложить маленькие усилия, качество своего характера, для того, чтобы вам было гармонично и другим людям было гармонично. Понятно, что все книги, психологи, передачи, это одно, знания у людей есть. Но самое-то главное, чтобы это было в практике, чтобы мы это практиковали. И если вдруг не получилось что-то, чтобы мы имели силу друг другу сказать «извини, прости» и сказать теплое слово. По идее цель-то жизни это гармония, баланс, понимаете? А в чем он заключается? Он же не заключается в каких-то там думах, это в практике. Я уважаю соседа из квартиры номер 1, 2, 3, 4, 5, да, они меня уважают. Нам каждый день дается 100% энергии. И у нас есть выбор, на что мы тратим. Мы тратим эту энергию на негатив, раздражение, на мелкие гадости и обиды. Или эту же энергию мы можем потратить в конструктивное русло. К примеру, на усилие, на улыбку, потому что улыбаться и быть радостным – это тяжелее, нежели гневаться, психовать и нервничать. Поэтому за нами выбор.